В шесть лет свое свободное время дети предпочитают проводить за просмотром мультфильмов или поеданием сладостей, но Иван Ляпин всему этому предпочтет музыку и скрипку. Его приоритеты расставлены совсем не так, как у обычных детей, и с делом своей жизни он определился достаточно рано. Кармен, щелкунчик, повесть о настоящем человеке, сказка о царе Салтане. Сегодня список музыкальных постановок, в которых задействован юный артист, по-настоящему впечатляет. Свои шесть лет Иван Ляпин не по годам амбициозен. Из всех ролей больше всего любит те, где приходится дольше времени проводить на сцене. Мне нравится в повести. А почему тебе нравится? Ну, потому что там у меня больше роли, там надо громче говорить. Талант музыкальный и артистический родители разглядели в ребенке почти сразу. Уже в четыре года его отдали в детскую школу искусств по классу скрипки. Сегодня юный артист одновременно совмещает и учебу в школе, и музыкальные уроки, и работу в театре. И самому Ване, и его маме приходится непросто. Времени на все катастрофически не хватает. Но артистическая жизнь манит. Ему очень нравится это, потому что это все очень безумно интересно. И скажу больше, он дома, когда в процессе репетиции он же слушает не только свою роль, он заучивает параллельно и другие роли. И вот дома он очень любит их переделывать на свои слова, но музыку, мотив, интонацию сохранять артистов, которые с ним играют на сцене. В постановках театра оперы и балета Иван Ляпин задействован второй сезон подряд. Несмотря на юный возраст и свойственную ему неусидчивость, артист сразу нашел общий язык со своими взрослыми коллегами. Последние признаются, Ваня быстро улавливает все пожелания режиссеров и легко вживается в роль. Он воспринимает информацию не так, как взрослые, с ним работать намного проще. То есть, если взрослые начинают пытаться играть, то он делает это естественно, он делает это как ребенок. И с точки зрения спектакля он смотрится намного органичнее в спектакле, чем порой взрослые. Кстати, репертуар Вани скоро пополнится ролями еще как минимум в двух постановках – «Пика Вайдами» и «Истории солдата». Кроме того, на днях юный артист отправится в свои первые гастроли в Петербург. На сцене легендарного Мариинского театра он выйдет на сцену в спектакле «Повесть о настоящем человеке». Но этот столичный нюанс его не пугает. А вот первый полет на самолете даже очень. Марина Абалешева, Новости на Восьмом.